Новосибирск! Доброе оранжевое утро! Всем доброе утро, друзья! Особенно тем, кто любит конструировать что-то не из простых каких-нибудь материалов, например, древесина или еще что-то, а именно из конструктора Лего. А я еще напомню на минуточку, что сегодня международный день Лего. И у нас, друзья, в гостях замечательные люди, которые нам все расскажут подробно о Лего, тем более, что они являются настоящими фанатами. Константин Сергеев, Степан Борчан, представители клуба фанатов Лего в Новосибирске у нас в гостях. Доброе утро! А также сегодня в студии оранжевое утро Евгений Чурильев и Анастасия Фефилова. Вот теперь можно начинать. А вот тогда сразу давайте вопрос. Ну, естественно, все это очень интересно с точки зрения, не знаю, я люблю поиграть, вот честно скажу. Но, тем не менее, все равно давайте рассказывайте, как вообще образовался ваш клуб. А в клуб ты любишь сходить? В клуб, да. Фанатов, да-да. Давайте поговорим о клубе, о вашем клубе. Да, давайте я начну. Константин Сергеев, основатель клуба фанатов Лего Брикмания. Мастер сборки кубиков и главный по деталькам. Свободный от игры в конструктор время, работает учителем в 16-й гимназии, поскольку является магистром педагогических наук. Ну, клуб наш функционирует с 2015 года, мы уже шестой год. Одни из самых таких первооткрывателей в Новосибирске, не только в Новосибирске. Да, вот долгожители. Но на самом деле идея появилась спонтанно. Мы сидели, собирали вечером конструктор вместе с друзьями, не только со Степаном, но еще есть один человек, Филипп. Он тоже, кстати, является фанатом клуба? Конечно, он является основателем этого клуба, вот именно креативным таким продюсером двигателем, мотором. Ну и собирая Лего, мы подумали, а почему бы не сделать это для всех? То есть, общедоступно? Да, конечно. Звать друзей, в конце концов, да, чтобы как-то проводить время? Да, конечно, всячески веселиться и развлекаться. Степан, если вы уже в Новосибирске существуете шестой год, значит, и фанатов этого клуба у вас с каждым годом все больше и больше. Сколько человек ходят вам в клуб, и как это все происходит? Ну, это сложно посчитать. У нас, конечно, есть система своя, которую фиксируют. Да, какой-то учет ведется, да, как я понимаю? Да. Грубо говоря, у нас уже сменилось. У нас в основном дети ходят, это дошкольные и начальная школа. И у нас уже сменилось, если можно так сказать, несколько поколений. Если дети вот такие приходили, мы сейчас наблюдаем в соцсети, это их уже достаточно взрослые. Понятно. Вот и за год количество детей, которые у нас бывают, физически посчитать невозможно. Ну, может быть, я не знаю, ну, может быть, куда-то там специально записываете, в какую-то там Excel-табличку заносите, что такой-то там, например, такой-то такой-то, да? Вы выдаете членские карточки? Конечно. Серьезно. Да, конечно, у нас есть членские карты, и вы можете стать официальным фанатом Лего-клуба нашего. На данный момент, на вчерашний буквально день, количество фанатов 482 человека. 482 человека? Да, это официально, которые имеют наши клубные карты. Плюс людей, которые вообще были в нашем клубе уже свыше полутора тысяч по нашей официальной статистике, да. Без учета различных мероприятий наших. То есть, которые просто зашли, поиграли, собрали конструктор, поучаствовали в конкурсах, пообщались с нами, завели новые знакомства. Слушайте, ну... Давайте разбираться, да, действительно, звучит очень здорово. Давайте разбираться, в чем уникальность вашего клуба. Но мы можем, например, Евгений, я купить домой Лего, собирать спокойно со своей семьей, для чего должен быть клуб. В чем уникальность вашего клуба? Уникальность, наверное, возможности общения с единомышленниками. Есть возможность дома пособирать, да, и ты один поиграл, посмотрел и поставил на полку эту игрушку. У нас же ты можешь прийти, и, допустим, если у тебя этого не было набора, а родители не хотят тебе или не могут. То вы можете какое-то видео, например, самый новый, самый крутой набор у нас пособирать и разделить свой восторг с другом, с новым другом или со старым другом. И мама сэкономит, наверное. Ну, конечно. Тут что-то очень интересное. Слушай, теперь ты знаешь, куда свою старшую дочь отправлять. Я точно знаю, что... Скажите, вот я, например, в своем возрасте могу стать, не знаю, членом вашего клуба? Да, конечно, вы можете стать членом клуба. У нас вообще, конечно, основной контингент это от 4 до 12 лет. Ну, нормально. Но, да, есть люди уже, взрослые, ребята, которые приходят, собирают лего, расслабляются. То есть взрослые ходят тоже, особенно если вы родитель, то, как правило, вы можете остаться со своим ребенком. И пока ребенок занимается своими делами, вы можете взять также какой-нибудь наборчик, пособирать расслабиться. Хорошо, ну, такой немного, конечно, меркантильный вопрос. А можно, например, прийти со своими детьми и сказать, смотрите, как классно, хорошо, вот, собирайте конструктор и поехать заниматься своими делами, там, через часочек-полтора вернуться? Да, конечно, такое возможно. Если у вас дети от 4 лет, вы можете их оставить. Мы, как опытные организаторы, сможем их увлечь, предложить различный досуг. У нас не только наборы конструкторов лего, их у нас, кстати, свыше 100 уже. По последним подсчетам у нас 118 наборов, которые вы можете взять и собрать абсолютно любой. Плюс у нас есть специально разработанная система различных конкурсов и заданий, рейтинговая система, где вы можете, играя, развлекаясь, общаясь, собирая конструктор, выигрывать себе что-то из нашего клуба, какие-то сувениры и подарки. А, то есть еще можно что-то выигрывать? Конечно, плюс мы по образованию учителя, поэтому дети не просто так оставлены, но еще и развитием занимаются. Вы еще с педагогическим образованием? Да, конечно. Степан Борчан. Представитель клуба фанатов лего Брикмания. Большой ценитель произведений искусства, воссозданных из деталей конструктора. Магистр педагогических наук. Учитель онлайн-гимназии номер один. Вы говорите про рейтинги. В чем заключаются эти рейтинги? Это как? Первое, второе, третье место? Да, молодец, быстро собрал. По сбору, по самой большой конструкции, по самой милой конструкции, как это все проходит? Ну, так просто рассказать об этом невозможно. Здесь надо хотя бы один раз очутиться у нас в клубе и попробовать поиграть. Но вообще у нас продуманная система вознаграждений из различных уровней, сложностей уровней и различные квесты. То есть, если сейчас рассказывать, нам оранжевые улыбки не хватит. То есть, наверное, и на скорости, и на объемы. И у нас есть различные возможности. И скорости, и объемы, и оригинальности, и прочие критерии. Хорошо, вы заинтриговали всех сейчас зрителей. Очень интересно. Да, и хочется узнать все-таки особенности лего. Да. Почему мы должны прийти и заниматься вот этим? Мне кажется, это прям не для усичь. Вообще, развитие мелкой моторики, на самом деле, оно довольно хорошо и положительно влияет на всех. То есть, как на детей, так и на взрослых. Об этом мы знаем. Да. Какие еще есть плюсы сборки лего? С точки зрения образования, сегодня тренд это моделирование, программирование. Есть даже международный конкурс, его skills, например. И сейчас очень активно используются конструкторы лего. Можно на программе смоделировать какую-то, например, важную конструкцию, мост, например. И из лего потом его благополучно можно собрать. Это если в плане современных образовательных трендов. Ну, а если в целом, ну, эта игрушка признана важнейшей игрушкой 20-го столетия. Поэтому здесь о его, так скажем, качествах и каких-то особенностях из поколения в поколение уже, ну, огромная история у нас сформировалась. Вот. И думаю, ни для кого не секрет, что это, во-первых, интересно, да. Во-вторых, это, безусловно, играет на каких-то чувствах ностальгии. Например, есть различные наборы, которые вы можете увидеть, которые повторяют, например, какие-то сюжеты из мультфильмов, сериалов, которые интересны не только в плане игрушек, но и в плане, например, коллекционирования. То есть огромный потенциал. Про ностальгию я вспомнила, вы говорили, вот этот автомобиль. Это сборка 1988 года. Да, совершенно верно. Этот наборчик в 80-х годах 20-го века, он старше нас. Вот. И, тем не менее, сохранилась вот такая вот, ну, можно сказать, это религия нашего клуба. Вот. Самый старый набор в нашем лего-клубе. Вот. А чем отличие вот... А вот здесь... Да, 1988 года от уже современных... Здесь, кстати, не об отличии, а наоборот. Здесь самая особенность в чем. Если мы возьмем игрушку именно 80-х годов, она подойдет, ее детальки, абсолютно к современным конструкторам. То есть она сделана по одному лекалу, да? Совершенно верно. И качество, чтобы вы понимали, да, держится уже начиная... И отличий, в принципе, нет, да, от качества, от материала, от... Если мы говорим про фигурки, то начиная с 80-х годов, вот, например, как эта моделька, ее детали подойдут к современным наборам. Это говорит о высочайшем качестве. И вот сам основатель Лего, он как раз-таки всегда девиз такой воспроизводил для своих сотрудников. Все, что наивысшего качества, это не есть предел совершенства. Поэтому мы говорим о том, что есть преемственность вот этих непосредственно наборов. Но отличие в чем? Сегодня, конечно же, мы смотрим на подрастающее поколение, и у них есть свои интересы, есть свои мультфильмы, о которых мы давали. Да. Но идет много со временем. Жень, ты узнал, что... Откуда этот конструктор, вот эта картина? Если честно, то не особо, но мне кажется, что, по-моему, из какого-то сериала. Я тоже не знаю. Что-то вот очень похожее, может быть, там, друзья или еще что-то. Расскажите, да, более подробно. Это сериал «Теория большого взрыва». Очень популярный сериал, и вот Лего, опять же, помогает, позволяет оказаться внутри, да, комнаты своих любимых героев. Скажем так, уже в реалиях. Да, практически, да. Ну, в общем, не перестает удивлять нас конструктор, если честно. Мне кажется, еще много всего интересного мы узнаем после информационного блога. Не переключайтесь, друзья. Всем, кто только что включил программу «Оранжевое утро», еще раз здравствуйте. Отличное настроение вам сегодня желает Евгений Чирилин, Анастасия Фехилова. Присоединяйтесь у нас сегодня, как всегда, эфир с пользой. Да, у нас сегодня в гостях Константин Сергеев, Степан Борчан, представители клуба фанатов «Лего» в Новосибирске. История компании «Лего» началась в 1932 году. Сначала выпускались игрушки из дерева, но в 1947 появились конструкторы из пластмассы. 28 января 1958 года производители запатентовали изобретение универсальных деталей конструктора. И с тех пор эта дата отмечается во всем мире как день рождения «Лего». И мы продолжаем общаться по поводу этого замечательного конструктора. Ну, смотрите, у нас на самом деле на столе, давайте пойдем от более простого к более сложному. Вот, например, повторюсь еще разочек, да, что вот этот конструктор... Конструкция 1988 года. Да, 1988 года. И, как я понимаю, чем дальше, тем старше, старше и интереснее. Ну, или моложе, уж не знаю, как правильно. Давайте расскажем, что есть еще такого интересного. Вот, например, что вот это за шаттл? Это некая коллаборация. Сегодня, как мы знаем, у нас не только популярные фильмы, но и игры. Вот это, например, из знаменитого набора... Овервотч. Овервотч. Игры Овервотч также переносятся на реалии. Лего – это простейшая фигурка самолета, звездолета. Простейшая, говорите, да? Простейшая, да, простейшая. Которую могут собрать дети от четырех лет. Все шевелится. Все шевелится, все детализировано. Конечно. Ну, конечно, в четыре года нужна помощь родителей, но чуть-чуть, если вы уже достигли уровня любителя, то тогда собрать ее будет не проблемой вам в одиночку. С закрытыми глазами. Слушайте, ну вот этот конструктор порадует очень ребенка. Меня уже порадовала, на самом деле, подставка. И можно делать все, что угодно, не только для чая, а для всего, чего угодно, да? Да, конечно, если у вас есть лишние детальки или сломались наборы, вы не можете найти инструкцию, потерялись детальки, что-то еще, но у вас есть... Огромное ведро с лего. Да, то вы сможете собрать абсолютно все, что угодно. Это и в подставке по чаю, это, кстати, из нашего клуба. Ручки, карандаши, визитники. Подручки, карандаши, зубные щетки, все, что угодно. Все, что позволяет вам фантазия. Визитницы и различные предметы вашего дома. А вот целые дома уже строят, живые из таких вот деталек. Да, все, я поняла. Дорогие мамы, если вы из-под ноги достали, как это обычно актуально бывает, лего, то вы знаете, что... Да, просто складывайте. Просто складывайте, да. Заведите какую-нибудь определенную коробочку, в которую вы будете все это складывать, а потом, соответственно, делать из них вот такие вот простые бытовые штуки. Очень, кстати, полезные. Да, мы вернемся к... Это что, танк? Да, это внедорожник. Внедорожник, лего. Ага, давайте вернемся к нему немного позже, сейчас поговорим о следующем. Вы посетили в Москве выставку лего и искусство. Если честно, Евгений, ты представляешь себе, что может быть выставка, где много-много всяких построек вот этих из лего? Я не представляю. Что вас удивило, что поразило? Рассказывайте. Да, лего у нас не только игрушки для маленьких или для обывателей обычных, да, но и также целое искусство. В России это молодое направление, наши соратники, единомышленники только начинают это направление, движение. Вот, но есть рубежные уже такие мастодонты, которые, вот, конечно же, творят из лего целое искусство, целое волшебство. Да, и с первой им турне. И одна из таких огромных, больших выставок, это была выставка в 2016-17 годах в Москве, в Петербурге. И, в общем, она по России, по самым большим городам прокатилась. Это Натан Савая, вот, и он создал огромное количество различных экспозиций в натуральную величину, вот, абсолютно реальных скульптур, которые есть у нас в мире. Сотворенный из дерева, камня, а вот он это все сделал из лего. Там скульптуры объемные, скульптуры движущие, то есть здесь именно настоящая магия лего. А как это вообще можно собрать? Я поражена, это искусство. Например, у самого человека с такими формами, это, получается, нужно просто взять, специально перекрашивать весь конструктор и потом собирать снова, так что ли? Ну, начинать нужно с идеи, с идеи, как и любой художник, а материал это уже универсальный. То есть все, что вы смоделируете, все, что в голове придумаете, вы в любом случае сможете так или иначе из лего построить. Вообще абсолютно все, что будет. Ну, и, конечно же, перекрашивать, склеивать мы не в приветствуем это, потому что мы считаем, что эмоции должны быть живые, настоящие. И все-таки, если это лего, то она должна разбираться, если это ее настоящий цвет, то это должен ее быть настоящий цвет. И, конечно же, лучше подбирать детали. А не перекрашивать и переделывать. Я представляю, насколько это корпоративно. Хотя у вас сколько, говорите, 116 наборов, да, возможно, что-то можно собрать. Да, это только для сборки. На самом деле у нас свыше нескольких сотен килограмм лего, которые вы можете взять и построить все, что угодно, все, что вы захотите. Я так понимаю, да, вам проще считать килограммами, нежели. Смотрите, а как вы обновляетесь, где вы берете? Вы всегда, вы тоже идете в ногу со временем, я так поняла. Если появился новый сериал, если появилась какая-то новая супер популярная машина, да. Какой-то новый тренд такой, скорее всего. Да, да, вы сразу где его? В интернете заказываете, наверное, съемки. Или вам его привозят ваши коллеги, как это все? Это уже как само собой происходит, вне зависимости от наших желаний или каких-то целей. То есть мы просыпаемся в один прекрасный день и появляется какой-то новый фильм. Мы, значит, знаем, что через несколько мгновений, да, буквально месяц появятся новые наборы, которые наверняка будут у нас в клубе. Хорошо, давайте подойдем немножечко ближе все-таки к нашему, как вы сказали, вездеход. Танк, не знаю, если на гусеницах, да, то привычный говорит все-таки, да, в танк, да, вездеход. Не могу понять сборку. Это уже что-то, что-то интересное уже, какие-то... Да, есть огромное направление, которое называется робототехника, и, слава богу, этот конструктор нам помогает все вместе, в коллаборации, как сказали, да, создавать вот такие подобные игрушки. Расскажите о них более подробно. В чем, собственно, ну, не знаю, может быть, технологическая сложность сборки подобного изделия? Ну, у лего, как, например, она началась с обычной детальки, да, самой классической, собственно, почему... Здесь все просто, да. И праздник произошел, это классический, вот, классический кубик. Со временем он, естественно, как и все в нормальном мире, да, эволюционировал, и появилось новое направление, лего-техник. Лего-техник, он, как видите, отличается его детали, он гораздо сложнее в сборке. И плюс ко всему, он обладает вот такой вот замечательной тюнинговой, да, штучкой. То есть он обладает некими мозгами, скажем так, благодаря которым все эти детальки приходят в движение. Можно подержать? Конечно. Он сильно тяжелый. Давайте попробуем оценить. Это движущаяся модель. Конечно. Ммм, кстати, довольно увесистый. Ну, я понимаю, почему он, в принципе, имеет такой вес, наверное, потому что все-таки какой-то аккумулятор в нем есть. Вот, электродвигатель, если правильно сказать. Потом это можно разобрать, или все-таки это для коллекции остается? Это, конечно же, можно разобрать, можно модифицировать, можно изменить цвета, можно сделать его больше, меньше. То есть здесь в зависимости от вашего желания. Попробуй, там даже пульт есть, Жень. Слушайте, да, на самом деле я немножечко не знаю, как этим управлять. Запусти, да. Покажите, да, как он вообще может передвигаться, что действительно это движущаяся модель. Да действительно, Жень. Все достаточно просто, его для начала нужно включить. Вот у вас сбоку есть переключатель, вы можете подвинуть его в любую сторону. У нас просто детство было немного другое, и сейчас Женя не верит, что может конструктор запуститься. Вот, да, вижу. О, там лампочка загорела, значит, видимо, все начинает работать. Сам по себе, еще, наверное, нужно сам по себе пульт включить. Как-то синхронизация. То есть, я как понимаю, это работает как радио, да? Да, совершенно верно, сейчас один момент. Опа! Ну ладно, хорошо, тем не менее, давайте вернемся. Да, это другое удовольствие. Ну, само по себе лего, да. Никогда не было дешевой игрушкой. Да. Но в целом вы можете позволить себе, делав небольшие накопления, в копилку, как раз-таки созданную из лего. Из лего, да. Ну вот, или попросить на какой-нибудь праздник. И прийти к нам в лего-клуб и поиграть. Вот профессионалы, да? Самое главное, да, конечно, прийти в клуб и поиграть. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был Константин Сергеев, Степан Борчан, представитель клуба фанатов лего в Новосибирске. Спасибо. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Спасибо.